всем привет друзья вы на канале sky top games и это очередной выпуск новостей из мира the isle of rima ну а перед началом данного ролика хотел бы поблагодарить всех донатеров нашего канала спасибо огромное за вашу финансовую помощь каналу а также попрошу подписаться всех на наш канал яндекс дзен на наш канал twitch группу вконтакте и в наш дискорд кстати на нашем канале яндекс дзен ролики всегда выходят раньше чем на наш канал youtube ну что же начнем друзья думаю что многие из вас уже видели анимацию ухаживания пахицефалозавра которую нам показали разработчики в официальном дискорде но для тех кто не в курсе давайте взглянем на это насколько мы знаем что анимация пахича была последней из всех доступных динозавров в игре а это означает что прогресс обновления 5 гнездования должен подходить концу то есть совсем скоро если все будет хорошо тесты с гнездованием выйдут в середине апреля на дорожной карте пока никаких изменений нет но я думаю что с выходом очередного до влога от разработчиков в конце недели мы с вами узнаем много новой и свежей информации извечный вопрос каких ближайших динозавров нам ожидать в время давайте я вам раскрою карты думаю что информация вас многих обрадует итак давайте я вам их перечислю за некоторую предоставленную мне информацию я лично благодарю панча и нашего подписчика канала морфрой дозу поехали акроконтозавр альбертозавр алазавр анкилозавр австрораптор авоцератопс варионикс бэпиозавр брахиозавр камарозавр церратозавр игровой компсогнат каритозавр дьяблоцератопс дилофазавр глимим гиганатозавр гирера гамолоцефал кентрозавр магиерозавр мэйозавр Минмия, Манолофозавр, Платозавр, Протоцератопс, Уэртозавр, Кецелькоцель, Шантугозавр, Спинозавр, Стиракозавр, Зухамимус, Тиранозавр-Рекс, Велоцераптор, Трицератопс. Поверьте мне, список огромен. Я предоставил вам всего лишь название 37 динозавров, которые планируются в игре, не считая уже 9 динозавров, присутствующих в Эврима. Вспомните еще раз, что игровых динозавров планируется плюс 55 видов. Пробежимся по системе скинов. Давайте взглянем на то, что нам предоставил разработчик в Дискорде. Нам показали скрины того, что разработчики в полную меру уже тестят систему скинов. Да, многие увидев синего или голубого стегозавра ужаснулись и посыпались вопросы. Как? Что? Зачем? Это опять очередная Бермуда с ее мультяшными и токсичными цветами? Где реалистичность? Ребят, как я отвечал вам неоднократно, это всего лишь идет настройка баланса конечных цветов. То есть, проще говоря, идет смешивание цветовой палитры, чтобы получить, допустим, того же Альбиноса Дейнозуха. Как по мне, он сможет выглядеть еще могучее и устрашающе. Даже предоставлю вам краткое видео того, что показал Донди недавно на своем стриме. Вот оно, меню настройки скинов вашего динозавра. Да, как в Легасе, практически все то же самое. Но, как можно увидеть, огромного количества настроек на первых этапах запуска обновления мы не увидим. Но огромное количество цветовой палитры все-таки есть. Я это говорил ранее, в предыдущем выпуске новостей. Со временем панель будет расширяться. В меню можно видеть настройки цветовой палитры, тело полностью, низа живота, спины. Использовать насыщение отдельных цветов или их обесцвечивание. А также при выборе пола динозавра появляется меню с подбором скинов для самок или самцов. Также, как я и говорил ранее, по мере роста вашего динозавра, окрас будет постепенно меняться. И в конечном итоге он приобретет более выраженный окрас. Тот, который вы изначально выбирали в меню. Также здесь можно будет посмотреть изменения скина с помощью обычного ползунка по мере роста динозавра. Теперь взглянем еще на кое-что очень-очень интересное. Со стрима Донди можно увидеть панель теста и управления динозавров. Хочу обратить ваше внимание на три вот этих пункта. Цератозавр Траодон Галимим. Да, насколько мы знаем, что Траодон появится с шестым обновлением Кровь. Мы неоднократно видели некоторые игровые тесты с ним и знаем, что он завершен на 30% как игровой. С небольшими совсем механиками. Но вот Цератозавр и Галимим. Ну, как бы я неоднократно говорил, что последующим динозавром в игре будет Цера. Возможно, даже с тем же обновлением Кровь. Но вот Галимим – это, конечно, что-то новое и неизвестное нам. Ванч в очередной раз молчит. И хочет нас удивить в одном из обновлений? Загадка. Ну, Галимим как бы есть на дорожной карте. Ну и еще одна вкусняшка вам на грядущий выпуск новостей. Как говорится, на десерт. Смотрим внимательно. Тесты Рекса? Нам хотят выпустить скоро этого огромного Апекса? Интересно, как игрового? Или как обозначено на дорожной карте пока что как в виде искусственного интеллекта бота? Да, не секрет, что Рекс и боты изначально тестились во Врима. Но с ними были проблемы. Огромные баги и жесткий дисбаланс для всего живого выслоспира. Конечно, не факт. Все наши додумки и догадки. Но крайне интересно. На самом деле Рекс будет в игре не скоро в игре, как игровой. Ну что на умел разработчиков? Вот вам, короче говоря, повод для размышлений. У меня уже было достаточно много роликов, где мы не раз упоминали Терекса. Но нам все чаще и чаще упоминают о нем. А вообще, как мне сказал Панч, такие Апексы, как Рекс, пока что не в приоритете игры. Надеюсь, что данный выпуск новостей вам понравился. И ты обязательно поставишь пальчик вверх, подпишешься на канал. На наш канал Яндекс.Дзен, канал Твич. Вступишь в нашу группу ВКонтакте и в наш Дискорд. И обязательно нажми колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео и стримы. Всем хорошего выживания в мире I'll Everima. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok